В картинной галереи Люберец открылась областная художественная выставка «Отражение». Представлены работы разных жанров. Организатором выступил Союз художников Подмосковья. На открытии побывала Анастасия Кладинова. С помощью этой выставки можно заглянуть в закулисье. Она является как бы проводником в мир художника, потому что художник не пишет, не лепит предмет. А художник, он доносит до нас свое понимание изображаемого предмета. Наверное, вот именно этим интересна эта выставка. В центре внимания – внутренний мир человека-создателя, его мысли, чувства, восприятие жизни и исторических событий. Чтобы отразить это, художники обратились к разным формам – живописи, графики, скульптуре. Отдельный раздел экспозиции посвящен декоративно-прикладному творчеству. Выставка, конечно, впечатлила меня красками, тематикой. Кое-что мне очень понравилось, и там я задержалась подольше. Ну и потом вот этот перелив ярких красок очень позитивно влияет на настроение. Разные работы, они вызывают каждые разные эмоции. Где-то есть над чем погрустить, где-то есть над чем порадоваться, где-то философские очень. И по-хорошему, конечно, выставку надо смотреть. Я еще, опять же, повторюсь, не досмотрела. Надо смотреть ее неторопливо, вдумчиво. Среди представленных работ – произведения художника Александра Дудина. Одно из них – «Автопортрет с волками жить». Над этой картиной, написанной Маслом, мастер работал около месяца. Эту картинку я написал лет 15 назад. Тоже была тематическая выставка «Автопортрет». Ну вот я использовал такой момент для поговорки известной. Прежде всего, использовал зеркало, поскольку себя рисовал. Ну и иконографическое изображение животных, в данном случае волков. Хорошие зверюшки. В картинной галерее представлены работы участников многократных выставочных проектов в России и за рубежом. Их всего более ста. Некоторые произведения экспонируются впервые. Анастасия Кладинова, Денис Угольников, Люберецкое телевидение.